Добрый день, мои дорогие! Я рада приветствовать вас сегодня. Мы все находимся на карантине, неизвестно, как долго это продлится. Но это замечательная возможность не только для нас с вами, но и для наших детей, для того, чтобы переоценить какие-то вещи в нашей жизни. И это поколение детей и подростков, которые живут сейчас, они в корне отличаются от всех поколений, которые жили раньше. Для начала они живут в век современных технологий. Они могут зайти в интернет или по телевизору, они могут посмотреть все, что угодно. Но они никогда не переживали ни войны, ни голода, ни эпидемий. И поэтому все, что сейчас происходит, на самом деле, очень для них непонятно. И все это как будто не с ними, как будто во сне. И сейчас мы имеем большую возможность подтолкнуть их к переоценке ценностей. Они привыкли к тому, что они все, что захотели, они могут пойти купить в магазине или попросить у родителей. Но это касается таких незначительных вещей. Мороженое, сухарики, чипсы, все что угодно. Но сейчас в нынешних условиях мы говорим им нет. Для начала потому, что просто нельзя лишний раз выходить на улицу. Во-вторых, мы начинаем сами задумываться, как долго все это продлится. И может быть лучше не тратить лишний раз деньги на всякую ерунду. Поэтому у меня обращение к вам, родители. Разговаривайте с ними. Сейчас таких моментов очень много. Потому что в условиях карантина мы все находимся дома. И есть какие-то бытовые вещи, которые могут подтолкнуть на разные разговоры. Разговаривайте с ними об уважении к взрослым, об уважении и о ценности стариков. Потому что мы не знаем, встретимся ли мы с ними завтра. Разговаривайте с ними об экономии, о еде, о гигиене и, конечно, об учебе. Ведь сейчас в нынешних обстоятельствах многим детям предлагают дистанционное обучение. Многие школы на него переходят. И именно сейчас будут отсеиваться дети. Это не значит, что они будут отсеиваться, то есть отстраняться от занятий. Но есть дети, которые способны учиться дистанционно и которые будут это делать. А есть дети, которые ленятся, которые не хотят этим заниматься. И у них просто не будет хватать мотивации. Поэтому наша задача мотивировать их, разговаривать с ними, говорить о том, что в дальнейшем дистанционное обучение будет иметь место в нашей образовательной системе. И нам нужно к этому приспосабливаться. Нам нужно как-то увлекать их в это обучение. И сейчас я еще хотела прочитать бы одно место из Писания. Это Агея, 1 глава, 7-8 стих. Так говорит Господь Саваоф. «Обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору, и носите дерева, и строите храм. И я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь». Господь строит нерукотворную церковь. Нерукотворную, потому что мы с вами являемся храмом Духа Святого. Но также новое поколение. Это та самая нерукотворная церковь, через которую Господь хочет прославиться. И сейчас самое время взойти на гору, на его гору, в Святое Святых, в вашу тайную комнату, и носить дерева. Это в молитве, на руках молитвы принести наших детей, и молодежь, и подростков, на руках молитвы принести к Богу. Потому что Бог хочет их использовать в современном мире, для того, чтобы сделать через них несравненно больше, чем Он уже сделал, или еще сделает через нас с вами. И мы с вами имеем большую возможность стать частью этого великого Божьего дела. И именно сейчас, в наших тайных комнатах, мы можем приносить это поколение на руках молитвы. Давайте будем вместе молиться за детей, молодежь и подростков. И еще у меня есть для вас один полезный ресурс. Это для родителей, которые не рассказчики историй, но вы хотите, чтобы ваши дети все-таки продолжали изучать библейские истории, чтобы им было интересно. Вы можете набрать в интернете «Поляна Льва Кингсли». Это мультфильмы, которые рассказывают библейские истории. Они очень добрые, там очень интересно все описано, и эти мультфильмы будут интересны детям до 10 лет приблизительно. Поэтому пользуйтесь, показывайте детям эти мультфильмы. Я была очень рада поприветствовать вас. И давайте будем использовать это время для того, чтобы укреплять наши семьи и наши отношения с детьми.